Вы не знаете, что делать международным валютным фондом? Так пусть выйдет ваш президент и скажет, я все свое имущество отдаю на концентраторы кислорода, на здравоохранение. А из-за этого нам не нужен будет международный валютный фонд. И видите вы, как он там говорил, одно анатомическое место тела. Представьте, что с нами будет, если мы объявим дефолт по выплатам международному валютному фонду. Да ничего со стороны не будет. А инфляция, гиперинфляция запросто, а бедность запросто, а уход инвесторов элементарно. И развал страны, поскольку Россия рядом и никто ее никуда не убирал, очень-очень возможен. Сейчас агитируют за дефолт и рассказывают нам, что главный враг Украины это не Россия, а МВФ и США. Но мне кажется, что нас очень умело толкают и понятно уже откуда. Я очень боюсь, что у нас все равно уже не избежать дефолта. И это очень страшно, потому что на самом деле, когда мы выходим на дефолт, вот сейчас очень активно закрутилась снова вот эта продажная комарилья. Вот вчера Савченко слушал, какие-то свободовцы появляются, другие, все, которые начинают рассказывать, дефолт это хорошо, дефолт это прекрасно, не нужно платить долгой. Долги при дефолте страна отказывается платить только своим гражданам. Все, точка. Все другие долги страна заплатит стопроцентно, еще и с процентами. Как бы мини-дефолт, это был не суверенный дефолт по бумагам, которые Янукович одолжил у Путина, у нас по сути произошло. Мы сумели договориться, тогда Ярейско очень хорошо поработал с международными судами, сейчас у нас нет таких пенантистов в Украине, чтобы там была мягкая система возврата этих долгов. Но если у нас только начнет подниматься экономика, к сожалению она не скоро, там будут проценты тоже ого-го. Так что нужно понять, даже самые воровские кредиты, даже самые незаконные о кредитах от международного валютного фонда, которые гарантируются всей мощью большинства стран, развитых, мощных стран мира, вы избежать не сможете. И их придется вернуть. Дефолт это значит, что в течение года вы теряете по сути в стране все. Все, что есть в стране, для чего может тянуться кредитор из-за рубежа, уже не ваше, уже его. Он постарается это забрать. Любой ваш самолет, любой ваш корабль, который принадлежит стране, государству, а не частным там лицам, выплывая за территорию Украины, может быть конфискован. Мы за мелкие долги перед Киргизией. И вспомните, Киргизия маленькая страна, только из-за того, что у нас были какие-то там неразвязанные с ней долговые отношения еще с времен Советского Союза, чуть ли не потеряли весь наш парк большой, мощной транспортной авиации. Поскольку все эти наши самолеты просто переарестовали в других странах мира по требованию Киргизии. Теперь представьте, что с нами будет, если мы объявим дефолт по выплатам Международному валютному фонду. Да ничего со стороны не будет. А инфляция, гиперинфляция запросто, а бедность запросто, а уход инвесторов элементарно. И развал страны, поскольку Россия рядом и никто ее никуда не убирал, очень и очень возможен. Так что на самом деле дефолт нынешней украинской ситуации это не дефолт в Аргентине. Аргентинцы во время дефолта стали, ну не знаю, намного ли, ну так раз, наверное, в 10-15 беднее, чем до дефолта. Просто чтобы не рассказывали. И люди там реально начали голодать. Реально. Это при том, что Аргентина все-таки имела очень серьезную составляющую сельского хозяйства, которая могла их обеспечить. В Украине настолько этот рынок сельскохозяйственный сейчас перекроен, настолько он алиархизирован, что вряд ли гражданам Украины это как-то поможет. Это бизнесменам определенным поможет. Потому у нас будет хуже, чем в Аргентине. Но деньги все равно сплотить придется. И вот мы оказались под угрозой этого дефолта. А то, что очень много людей, которых я тоже считаю во многом и пятой российской колонной, сейчас агитируют за дефолт. Поднимают вот эти крики о каких-то там соросятах. И рассказывают нам, что главный враг Украины это не Россия, а МВР и США. Мне кажется, что нас очень умело толкают. И понятно уже откуда. Даже не с офиса Зеленского. Там просто по тупости не понимают сложности событий. Из Москвы именно вот этот омут, с которого к стране вряд ли удастся выбраться. Это действительно ужасная ситуация. И меня пугает, самое больше всего пугает то, что в ситуации, которая уже не просто кризисная, а катастрофическая, огромная масса населения говорит, да все в порядке. Все прекрасно. Мы поддерживаем Зеленского, поддерживаем курс страны. Да, я понимаю, их стало намного меньше. Но страна, в которой больше 10% идиотов выжить в принципе не может. Просто не может. А у нас их все равно сохраняется где-то там 25-30%. Ну, я не знаю, как в этой стране. Я сейчас намного более пессимистичен, чем, скажем, был год назад. Мы понимаем, что месяц до Нового года, потом новогодние праздники, январь вообще не активный месяц. Можно ли сейчас понимать, когда могут быть какие-то уже перестановки в правительстве или попытки, скажем так? Это уже следующий год? Это уже январь, февраль может быть? А сейчас ничего не можно точно прогнозировать. Ведь дело в том, что кроме реальной институционной системы, которая выписана в Конституции, распределения властей, принятия решений, которые не действуют, поскольку она разрушена, не действует и система мафиозная, которая была создана Зеленским под его личное управление всеми ветвями власти. Она ведь тоже не работает. И при этой ситуации, вот представить, скажут, решат они, что для спасения Рентина Зеленского нужно убрать министра здравоохранения. Вот как бы логично снять его и поставить миленькое лицо. Поставить Виктора Ляшко, который, ну, всем нравится. Он никому не нагадил. Он не сделал очень глупых заявлений. Ну, кроме того, что вот мы вводили там запреты прогулок в парках и прочее, только для того, чтобы страху напустить. Но это ему уже забыли, да и он как бы расшифровал то, что делали другие, что делал Степанов, что делал перед этим Емец. А как бы сам он, как бы чистенький. Для Зеленского, для его рейтингов это было бы хорошо. Поставить хорошее, красивое лицо. Кстати, за него и Верховная Раде проголосует, поскольку все понимают, ситуация абсолютно патова. Ляшко все-таки хоть бы более-менее специалист. Да, бескребетный, да, приспособленец. Но все-таки специалист в этом деле. И вроде бы понятно, что нужно это сделать. И у Зеленского это понимают? Да, понимают. Тем более Степанов, ну, он им сто лет не нужен. Но он свой бизнес покрывает и для себя работает. Исключительно на себя, на свои денежные потоки, на свои бизнес-интересы. А в Верховной Раде будут голоса или не будут? Как бы все против Степанова. Но есть разумков, которому важно, чтобы сейчас сохранялся как можно дольше тайм-аут. Чтобы Верховная Рада была как бы почти вне событий. Сейчас много будет интересов Зеленского. Эти интересы должны быть провалены. Провалены не неуспешным голосованием, а отсутствием голосования. Просто отсутствием работы. Я совсем не уверен, что до Нового года удастся собрать Верховную Раду для нормального принятия решений. Но если это все-таки собрание будет, а я думаю, попробует все-таки провести еще и бюджет, то вероятность одной замены, именно Степанова на, возможно, Ляшко, все-таки довольно реальная. Поскольку это имиджевый момент, который немножко спасает имидж. Он уже не спасает ситуацию, поскольку для того, чтобы спасти ситуацию, нужно переориентировать все бюджетные ресурсы на медицину. И наконец-то перестать воровать. А не воровать они не могут. Так что я предполагаю только одно изменение. А будет ли еще, ну скажем, по министру финансов. Но снять министра финансов в то время, когда у нас патовая ситуация по долгам, когда есть хотя бы какой-то мизер надежд, что когда-то удастся уговорить Международный валютный фонд, да никто не рискнет. Сам Деленский не рискнет. Это у него его голобородька был, там такой, знаете, большой герой. Вот сейчас предлагаю слугам, говорю, вы не знаете, что делать Международным валютным фондам? Так пусть выйдет ваш президент и скажет, я все свое имущество отдаю на концентраторы кислорода, на здравоохранение, я отдаю все свои деньги, я олигархов подаю, заберу Коломойского миллиард, Пинчука миллиард, Вахметова миллиард, только не гривен, а долларов, вброшу в экономику. А из-за этого нам не нужен будет Международный валютный фонд. И видите вы, как он там говорил, одно анатомическое место тела. Но только Зеленский своих денег ни копейки не даст. Кстати, единственный из богатейших украинцев, который ничего не пожертвовал на помощь и больным коронавирусом, и на помощь армии. Ничего, ни копейки. Единственный, кто боится даже близко затронуть олигархов, даже тех, которые к нему там не слишком дружественны были определенные моменты, он старался с ними найти общий язык и не ругаться. Не по Фирташу, по Фирташу только плюсы в экономике, для Фирташа конечно, а не для страны. Не по Пинчуку, который определенное время как бы не совсем подыграл Зеленскому. Сейчас он уже в команде Зеленского, или Зеленский в команде Пинчука. Так что вариантов у Зеленского выйти из кризиса без Международного валютного фонда нет. Вариантов получить деньги от Международного валютного фонда тоже очень мало. Но при этом отправлять отставку министра финансов, а мы ведь с этого начали, наверное все-таки слишком рискованно. Поскольку это будет определенное открытое прекращение любых переговоров. И тогда уже неплохие буржуи в США будут виноваты в том, что нет кредита. А конкретно Зеленский, который отправил отставку министра финансов в период переговоров. Вот это только имиджевый момент, поскольку денег все равно не будет. А именно имиджевый момент, наверное, и сдерживает. Потому, кроме потенциально возможной отставки Степанова, я других сейчас не рассматривал бы. Хотя, знаете, в таком управленческом хаосе, где как-то вдруг такой сильнейший и влиятельнейший человек, как Трофима, вдруг тонет. Абсолютно мелкая личность, да, влиятельная, да, близкая к Зеленскому, но очень мелкая личность, как Тимошенко, вдруг вырастает, всплывает наверх. В такой ситуации что-то прогнозировать очень трудно. Ситуация абсолютно хаотичная. Она больше напоминает броуновский рух, только вот каждая частица думает, что она центр Вселенной. Из-за этого делает все попытки, как бы самой подняться наверх, а всех других утопить. Но от этого, правда, страна тонет, но их это, по-моему, никогда и не интересовало. Продолжение следует...